В России стартовала активная фаза выборов. В этом году выбираем депутат в Государственной Думе 8-го созыва, а в Ульяновской области еще и губернаторы. О технологии, процессе и наблюдении за выборами рассказали в региональном штабе. Голосование в этом году будет длиться три дня, 17, 18 и 19 сентября с 8 утра до 8 вечера. Ульяновцам предстоит избрать депутатов Госдумы, губернатора, а также депутатов в трех муниципальных образованиях – в Чердоклинском, Сенгелеевском районах и в городе Димитровграде. Уже сейчас все организаторы выборов мобилизованы на подготовку к голосованию, выверку списков кандидатов и подготовку штабов кандидатов к работе. Могу сказать, что мы уже сейчас беспокоимся о том, чтобы нашим гражданам, нашим избирателям было комфортно на участках и безопасно. Уже готов контракт на закупку средства индивидуальной защиты, как для избирателей, так и для членов избирательных комиссий. Последних в этом году будет много – более 8,5 тысяч человек. В настоящее время они проходят обучение. Особое внимание при голосовании будет уделяться вопросам безопасности и сохранности бюллетеней. У нас на каждом участке избирательные бюллетени будут храниться отдельно от других документов, в металлических ящиках. Ящики будут находиться под круглосуточным наблюдением, видеофиксацией. Поэтому, естественно, помещения для голосования и для хранения бюллетеней будут под круглосуточной охраной сотрудников полиции. Работа регионального общественного штаба по наблюдению за выборами поможет ульяновским избирателям быть уверенными в открытости, честности и легитимности каждой избирательной процедуры. Мы считаем, что гражданское общество сегодня может и должно очень пристально держать руку на пульсе каждого этапа избирательной кампании, выдвижения кандидатов, обеспечения равного доступа к СМИ в период агитации. Корпус наблюдателей уже прошел подготовку к единому дню голосования. Обучение проводилось юристами во всех муниципальных образованиях Ульяновской области и занимало 5-6 часов. Собственно, с этой задачей мы справились. На данный момент прошли обучение 4 тысячи 7 человек. Все прошли тестирование. Обучение проходило в интерактивном формате. Мы сразу делили наблюдателей на команды, учили их взаимодействовать друг с другом, объясняли, как взаимодействовать с другими субъектами избирательного права. Итак, избирательный процесс в России и в Ульяновской области, в частности, уже идет активными темпами. Независимо от того, кто победит на выборах, ясно, что благодаря работе регионального общественного штаба по наблюдению за выборами, ульяновцы могут не волноваться за их честность, открытость и легитимность. Валентина Никонова, Владимир Куликов, Управда ТВ.